Такой день на канале Мир Белогорья. Замминистр также посетил торговые точки, где продаются цифровые приставки, смотрел ассортимент в наличии и ценовые категории. Стартовые предложения в основном чуть меньше 1000 рублей, что замминистра оценил как доступные. Алексей Волин посетил и МФЦ, где работает колл-центр по обращениям граждан в связи с переходом на цифровое вещание. Белгородцам объясняют, как настроить оборудование, а также предлагают услуги волонтеров. Номер колл-центра на ваших экранах 8 800 707 1003 или телефон в Белгороде 424242, код города 4722. Также сегодня Алексей Волин принял участие в совещании регионального штаба по мониторингу перехода на цифровое вещание. В своем графике замминистра нашел время и для посещения нашей телерадиокомпании. Он не только дал миру Белогория интервью, но и сделал фото на память у нашей ТВ-инсталляции на входе в телерадиокомпанию. И мы рады возможности задать несколько волнующих нас вопросов заместителю главы Минкомсвязи России. В частности, будут ли региональные каналы в перспективе иметь возможность вещать в цифровом эфирном формате? Эксклюзивное интервью прямо сейчас. Алексей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на региональном телеканале Мир Белогория. Но объясните нам в двух словах, переход на цифру это для кого и зачем? Это, конечно же, для людей. Потому что еще 10 лет тому назад около 70% наших граждан не принимали больше 4 телевизионных каналов. А сегодня, в связи с переходом на цифру, все жители Российской Федерации могут принимать 20 телевизионных каналов. Поэтому появился новый стандарт медиапотребления. Этот стандарт позволяет принести столичный набор до каждой деревни, которая находится в нашей стране. И это, конечно, такое достаточно серьезное и большое новшество. Ну и второе, переход на цифру, он очень важен в том числе и для того, чтобы освободить частоты, которые необходимы для дальнейшего развития цифровой экономики. Потому что развитие всей цифровой экономики, оно немыслимо без способов передачи информации. Это касается и мобильной связи, это касается и интернета, это касается так называемых интеллектуальных вещей, такие как умный дом, умный город, беспилотные автомобили. Они все требуют частот. А частотный спектр, он ограничен, потому что его невозможно расширить. Исчерпаемый ресурс. Это абсолютно ограниченный исчерпаемый ресурс. И за счет того, что тот диапазон, в котором раньше находился один аналоговый телевизионный канал, можно поместить 10, он дает возможность наконец-таки начать высвобождать частоты. Это достаточно долгий процесс, но тем не менее первый шаг к тому, чтобы высвобождать частоты под новые проекты, он сделан. Но сегодня в Белгородской области сделан третий шаг, мы в третьей волне отключения. Что касается других регионов, как там происходил этот процесс, на что чаще всего жаловались люди? Прежде всего, хотел бы сказать, что Белгородская область, она передовая область. Потому что вообще изначально Белгородская область была отнесена в четвертый этап отключения. Но руководство Белгородской области сказало, что четвертый этап мы не хотим, у нас все готово, у нас все подготовлено, у нас люди проинформированы, все есть. И вообще отключать лучше летом, чем осенью. И поэтому Белгородщина была перенесена на третий этап. И тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Вы видим, что сейчас прошло все нормально, отключение. Внимательно смотрим за звонками на горячую линию, за спросом на цифровые приставки. Буквально по дороге к вам мы заехали в торговый центр, посмотрели. В наличии цифровые приставки есть, на почте цифровые приставки есть. В сельских отделениях почты завезены приставки для того, чтобы там, где далеко до города, до торговых центров, была возможность их приобрести. Какие возникали проблемы и трудности по опыту предыдущих регионов? Первое. Она существовала недолго. Это были попытки в свое время поднять цены на приставки. И просто возникала физическая нехватка приставок. Но здесь все торговые сети, еще в конце прошлого года, крупные торговые сети и Почта России договорились о том, что в обязательном порядке должны присутствовать приставки по 990 рублей. Это в низшем ценовом диапазоне. Второе. Торговые сети сделали большие запасы по приставкам. И, например, мы прогнозируем, что потребность третьего этапа, это 36 регионов, с общей численностью населения 60 миллионов человек, она составит около миллиона приставок. На сегодняшний день свыше 500 тысяч приставок уже продано из этого предполагаемого миллиона. И запасы на складах торговых сетей превышают 900 тысяч штук. То есть этого точно должно хватить с излишком. Увидели очень интересную вещь. Стали сильные расти продажи телевизоров. Потому что, например, около 500 тысяч приставок продано и около 300 тысяч телевизоров продано. А если мы посмотрим, например, то, что происходило в регионах первого и второго этапа отключения, то там соотношение проданных приставок и проданных телевизоров составляло 1 к 5. То есть на 5 проданных приставок покупали один телевизор. А сейчас на 2 проданных приставки, даже меньше, чем на 2, покупают один телевизор. То есть резко идет спрос на телевизоры. Более того, мы считали, например, что в регионах третьего этапа в общей сложности будет продано не более 300 тысяч телевизоров. А их уже 330 тысяч продано. Еще до отключения. То есть люди предпочитают вместо покупки приставки сразу поменять телевизор на новый и смотреть уже с декорством встроенный? Люди увидели преимущество цифрового сигнала с точки зрения качества картинки. И под это качество картинки они стали приобретать соответствующую телевизионную технику. Которая позволяет в полной мере этим насладиться. При том, что это ни в коей мере не снижает спрос на приставки. Потому что если человек купил новый телевизор, он же старый не выбрасывает. Не выбрасывает. Он его на дачу или на кухню? Он на дачу, в другую комнату, на кухню, родственникам, знакомым, куда-то еще. Но он точно не отправляет его на помойку. И все равно для этого телевизора требуется приставка. Ну вот вы совершенно точно подметили, что главное конкурентное преимущество цифрового вещания перед аналоговым это качество картинки. И мы знаем, что в Татарстане есть региональные цифровые каналы, которые вещают в своем региональном цифровом мультиплексе. А какие еще регионы имеют такую возможность вещать региональными каналами в цифровом формате? Ну давайте начнем с того, что та ситуация, которая есть в Татарстане и еще в двух российских регионах, это ситуация достаточно временная. А что за регионы, извините? Это Свердловская область и это Югра. А Крым? А Крым? Да, Крым тоже, потому что там у них была разная история происхождения. Потому что в Татарстане, в Югре и в Свердловской области это были протомультиплексы. Потому что когда еще только готовились к переходу на цифру, несколько регионов России они решили создать тестовые зоны вещания за свой счет. У них были на это деньги? У них были на это деньги и тогда был свободный частотный диапазон. Они нашли частоты под это дело. Закон еще не запрещал тогда? Самое главное даже не в законе, а самое главное, что частотный ресурс был. И соответственно по временной схеме они там работают. Хотя если мы будем переходить к тому, что мы называем региональный мультиплекс в масштабах всей страны, то эти мультиплексы их надо будет или интегрировать, или переформатировать. Потому что они в нынешней ситуации должны вписаться в общечастотное территориальное планирование по стране. Если говорить про Крым, там опять-таки история была следующая, что на Украине изначально было 4 мультиплекса, в России 2. Но если в России в одном мультиплексе было 10 телевизионных каналов, то есть у нас было соответственно 20 телевизионных каналов, то украинские мультиплексы они предусматривали 8 телевизионных каналов, то есть всего было 32. И понятное дело, что после возвращения Крыма в состав Российской Федерации нельзя было предпринимать никаких шагов или действий, которые бы привели к ухудшению ситуации для жителей Крыма. И эта ситуация была оставлена, но там даже пришлось сильно достраивать сеть, потому что да, мультиплексов было 4, каналов было 32, но только охват на Украине цифровым телевидением составляет 75%, а в Российской Федерации 98,5%. Поэтому для того, чтобы в Крыму было такое же предникновение цифрового телевидения, как и на остальной территории Российской Федерации, нам пришлось в Крыму достраивать еще несколько десятков объектов цифрового телевидения. Для обеспечения зоны покрытия. Да, не столько зоны, сколько людей. Телевидение работает не по территории, телевидение работает по людям. Ну, может быть, в Европе люди и территории это понятие совпадающее, там люди компактно живут и плотно. А у нас, вы можете покрыть там... Всю Сибирь. Всю Сибирь. Медведи не будут смотреть за проводить. Медведи пока, ну, да, пока заявок в стране Медведи не было. Но вообще, я должен вам сказать, что с точки зрения покрытия людей цифровым телевидением, у нас показатели выше, чем в целом ряде европейских стран. То есть Украина там 75%, это понятно. Но маленькая компактная Португалия и Италия, и Великобритания у нас выше. У нас больше людей охвачены эфирным цифровым вещанием. Ситуация понятная. Но какие бы ни были подробности ситуации в том или ином регионе, где есть местный региональный мультиплекс, он есть. И что предлагает, ну, в частности, ваше министерство для того, чтобы обеспечить равные возможности для всех регионов иметь доступ к цифровому формату, к цифровой картинке качественной, к цифровому вещанию? — Начать надо с того, что сегодня цифровое телевидение — это не только цифровое эфирное телевидение. Более того, это даже не столько цифровое эфирное телевидение. Потому что если мы посмотрим структуру телевизионного смотрения, то мы видим, что на эфир приходится меньше 30%. Около 70% наших граждан смотрят телевидение или при помощи кабеля, он уже, соответственно, в цифре, или при помощи спутника. Кстати, по спутнику достаточно хороший рост был в последние годы. Он тоже весь в цифре. И самый быстрый рост дает IPTV. У нас за последние 5 лет количество пользователей IPTV увеличилось на 8 миллионов домохозяйств. При том, что у нас в стране их 52 миллиона. Это связано с продажей смарт-ТВ с ростом? Это связано с приведением широкополосного интернета. Потому что когда к вам приходит широкополосный интернет, и когда к вам приходит мобильный высококачественный скоростной интернет, прежде всего 4G или LTE, то, что называется, появляется возможность свободной передачи телевизионного сигнала. Плюс дальше еще добавляются возможные функции типа мобильных приложений, больших телевизоров, OTT-сервисов, ну и, соответственно, IPTV. Здесь в чем преимущество такого способа смотрения? Количество каналов вообще не ограничено. Оно может быть и 30, и 40, и 50, и 100. Второе. В отличие от эфирного телевидения, здесь есть возможность отложенного просмотра. Вы можете программировать и смотреть, когда. Третье. Есть возможность интерактива. Потому что обратная связь – это то, что сегодня все больше и больше становится востребованной аудиторией. Плюс технология второго экрана, когда вы можете дополнительно смотреть телевизор или с мобильного телефона, или с планшета, получать дополнительную информацию применительно к тому, что там происходит. Здесь очень много делается для того, чтобы поддержать региональные компании. Потому что пару лет тому назад был принят закон о 21-й кнопке. Мир Белогория как раз является бенефициаром этого закона. Областной общедоступный канал. Да, потому что кабельные операторы, мало того, что обязаны держать вас на 21-й позиции при автоматической настройке, они не имеют права брать деньги с телевизионного канала. И сейчас принят закон о 22-й кнопке для муниципального телевидения. И это тоже делается в рамках поддержки как раз местных телевизионных каналов, которые… А муниципальное телевидение – это крупные города. А в крупных городах свыше 80% кабель принимает. Алексей Константинович, ну давайте не будем лукавить и перейдем от платных сегментов вещания, как то спутник, кабель, IPTV, интернет вещания, опять же это стоит денег, да, к бесплатной доставке сигнала через цифровые мультиплексы. Ну, до этого аналоговое вещание тоже это был бесплатный сегмент. Да, вот сейчас мы с ним прощаемся. У нас остается цифровой сегмент, который, ну, рано или поздно будет от платного, наверное, немножко откусывать. А если учесть еще и особенность Белгородской области, где большой разброс жилья, не компактное размещение, как в городах, а массивы индивидуальной жилой застройки, куда широкополосный интернет доходит с трудом, да, площади большие, то здесь перспективы цифрового вещания довольно-таки велики. Так все-таки, что делается для того, чтобы региональные каналы могли присутствовать в цифровой картинке, в бесплатном, общедоступном вот этом вот сегменте распространения? Есть два пути решения вопроса. Путь долгий, связанный с поделением частот, и путь быстрый. Это возможность вписать региональный канал в уже имеющуюся инфраструктуру. Поэтому с точки зрения решения быстрым путем, мы можем сказать сегодня, что проблема вписывания регионального канала, в том числе Мира и Белогория, в имеющуюся инфраструктуру, будет решена к ноябрю этого года. Но это что касается региональных врезок на федеральном канале ОТР с ноября этого года. Это короткий путь врезки, а длинный путь, когда мы можем иметь канал собственного программирования 24 на 7? Это связано с созданием, как я уже говорил, единого частотно-тетриального плана, который потребует достаточно продолжительного времени. Но план есть. Мы над этим работаем. Более того, вы нам тоже не даете расслабляться. И не только вы. Потому что буквально на той неделе, в среду, я встречался с вашим сенатором Николаем Ивановичем Рожковым. Вы знаете, что Николая Ивановича не забалуешь. И Николай Иванович мне говорил, я тебе еще раз говорю, не ослабевай своего внимания к вопросам перехода на цифру. Я с вас так не слезу, и этот вопрос не оставлю, сказал Николай Иванович. Алексей Константинович, а в чем вы, как представитель министерства, видите роль и ценность региональных каналов? Можете сформулировать? Это каналы, которые рассказывают людям про реальную жизнь, которые происходят вокруг них. Это канал, на котором работают люди, которых вы встречаете в магазинах, в автобусах, на рынках, в ресторанах. Здесь нельзя слукавить. Потому что если вдруг даже вы что-то скажете, что не в полной мере соответствует действительности, вы же выйдете из этого здания на улицу и встретите своих зрителей, которые вас знают, которые с вами знакомы. Они с вами в одном дворе росли. Они ходили в одну школу, в один институт. Они с вами везде пересекаются. Они скажут, ты что? Ты куда? И поэтому в этом отношении домашность регионального канала она очень ко многому обязывает. Это свой канал, родной. Спасибо, что вы так емко сформулировали вот эту вот специфику ценностей региональных каналов, в том числе Мира Белогория. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время в своем графике побывать у нас в студии, ответить на наши вопросы. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Спасибо. Итак, с сегодняшнего дня в Белгородской области прекращено аналоговое вещание федеральных каналов двух цифровых мультиплексов. При этом телерадиокомпания Мир Белогория передатчики не отключает и остается в аналоговом эфирном вещании. Есть ли перспективы для первого областного канала войти в цифровой эфирный формат вещания? Как сегодня нас заверил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, есть два варианта. Первый – это региональные врезки на федеральном канале ОТР уже с ноября этого года. И второй вариант сложнее. Обсуждается вопрос выделения регионом частот под строительство регионального цифрового мультиплекса. Правда, сроки и механизмы пока не называются. А мы напомним, тем, у кого старые телевизоры и кто еще не приобрел специальную приставку, стоит посмотреть новый выпуск программы «Объясняем на пальцах» на сайте Мир Белогория. Там мы в деталях объясняем, что надо сделать, чтобы смотреть цифровое и аналоговое телевидение, одновременно оставляя себе возможность видеть региональные новости на Мире Белогория. Мы остаемся в аналоговом вещании, а также в спутниковых пакетах, триколор, телекарта и континент, во всех кабельных сетях на 21-й кнопке и в интернет-вещании на сайте Мир Белогория. Следите за нашими эфирами. Это был такой день. В студии работала Елена Калугина. Всего доброго.